МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сбирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера, в пятницу, субботу и воскресенье. Уверен, что в эти дни каждый из нас может выбрать удобное время, чтобы прийти и проголосовать, заявив свою активную гражданскую позицию. Также, уважаемые коллеги, сегодня на оперативном совещании Андрей Юрьевич, наш губернатор, поставил особый вопрос ямочного ремонта. У нас сейчас тема, Андрей Аксентьевич, очень актуальна. И поручение для наших дорожных до 1 апреля завершить основные работы по выявлению цифровки ям, до 1 мая провести ремонт дорожного полотна. Ремонт – это ямочный ремонт, имеется в виду. У нас как, Андрей Александрович, двух словах прокомментируете? Андрей Аксентьевич, конечно, мы видим прекрасно последствия тяжелой зимы, было много переходов через ноль. Количество ям, по сравнению с тем годом, как ни прискорбно, их не уменьшается. На данный момент регистрация по двум городам полупосады и Петрогорску выполняется с моментальным закрытием. По городу Петрогорску на данный момент зарегистрировано 146, ям 146 отработано. По полупосаду это 883 яма зарегистрировано и отработано. Работа по регистрации продолжается ежедневно. И по закрытию каждые два дня мы закрываем тот объем, который он регистрирует. Работа не останавливается, ведется в ежедневном режиме. Я хочу попросить вас вместе с нашими дорожниками по полупосаду и по электрогорску основного упора сделать до конца недели. Мы видим, что сейчас очень много идет переходов через ноль. Ночные часы отрицательной температуры, даже местами где-то до минус 15 доходят. Днем плюс 2, плюс 3. И в течение этой недели ожидается резкое потепление. К концу недели до плюс 8. Ульца Горького, улица Безымянная, Михалевич. Советская, Алексей Михайлович. Здесь по полупосаду много адресов, которые тоже требуют особого внимания и подхода. Все мероприятия, они вообще очень тяжелые, потому что дневная температура будет составлять от 5 до 8 градусов, а ночные минус 9. Поэтому, коллеги, здесь надо работу все настроить на этой неделе, максимально отработать эту повестку. Все эти ямы вы знаете, они вылезают все на виду. Есть еще и уже пильные ямы, которые назад необходимо все заделать. Так что весна стучится, и ее надо встречать на все оружие. Поэтому на этой неделе предложить максимум усилий, себе службу и отработать все ямы. Спасибо. Также у нас началась работа по замене аварийного плавопровода на улице Кирова. Прошу жителей обратить внимание на изменения автомобильного движения и с пониманием отнестись к периодическим отключениям водоснабжения в период проведения работы. Как раз давайте заслушиваем руководителя филиала КСМО. Лена Владимировна, пожалуйста. Добрый день, Денис Олегович. Добрый день, коллеги. За отчетный период предприятие отработало штатно. На сетях водоотведения устранено 22 засоры. На сетях холодного снабжения устранено 5 инцидентов. На сетях горячего снабжения 7 инцидентов. В рамках выполнения работ по ремонту сети водоснабжения на сегодняшний день перекрыт участок дороги от улицы Каляева до улицы Герцена. Выставлены дорожные знаки. Приступили к выпилу асфальта. Аварийный ордер открыт. На сегодняшний день плотно отрабатываем с прочими сетевыми организациями в части ГАЗ, Ростелеком, Электрике прохождение существующих сетей непосредственно в близости от водопровода и места, где он будет проложен. Лена Владимировна, тоже хочу обратить ваше внимание. У вас много было аварийных работ. Я про это говорил на прошлой нашей встрече. Пересечение сверху АБЖД на Карповской геномосовете ветеранов. У нас даже два места. И все эти аварийные вскрытия требуют оперативного реагирования. Во-первых, это места, где могут произойти поломки, происшествия или ДТП. Во-вторых, асфальтовые заводы сегодня работают. Выходные плюс 8. Вы, пожалуйста, организуйте, согласно перечням, где вы занимались устранением этих порывов. Принято организуемся. Есть у нас еще вопросы? Да, у нас вопрос о том, что, если я правильно отметил, на прошлой неделе было задано поручение ставить график. До сих пор ни графика, ни начало работы по восстановлению благоустройства. А по восстановлению благоустройства этот график будет представлен завтра, в второй половине дня? Вы уже тогда выходите завтра, в второй половине дня, а потом график уже будете досылать. И по Орджоникидзе много было вопросов по качеству холодного водоснабжения. Сегодня на 16.30 там организована, насколько я знаю, встреча. Соответственно, будет начальник ВДКанала, и я тоже подъеду к этому вопросу. По качеству, да? По качеству. Там, где у нас 4 жалоба с одного адреса. Две с Орджоникидзе 6, но и соседние дома по одной жалобе. 24 жалобы по Орджоникидзе. Хорошо, спасибо. Поискому сыновей. Добрый день, Дмитрий Савельевич. Добрый день, корректи. Предприятие работы без отправлений по поставке пересоса. За предыдущую неделю производили работы на участке теплосеть благоустройства. Посыпка, щебемка, уборка от мусора. При текущей работе по участку ВЗУ продолжаем замену фильтрующего элемента на фильтре номер 4 ВЗУ 1. При текущей работе участок НС-сеть производим текущей работы. Чистка засоров, планова 3 и по заявке жителей 2 штуки. Подокладу все. Дмитрий Николаевич, вопросы есть? Ну, такая же история. Да, подготовил. Мы не предоставили до сих пор график, и выходить необходимо уже, может. Ну, с сегодняшнего дня, как минимум. Предоставим график. Дмитрий Николаевич, а в принципе чего ждем-то, расскажите? Ну, сейчас в связи ликвидации ТСК МОСЭНЕРГО будет договор через химический филиал происходить. Ну, то есть сейчас пока документально. Ну, то есть мы до 1 июня будем провести какая-то? Нет. Быстрее. Быстрее. Когда, во сколько? Ну, думаю, в течение месяца уже приступим к работе. В течение месяца вы до 1 мая должны устранить все замечания. Я уже услышал, ты записал. И в том числе там, где не имеется вскрытия, там, где у нас земля, грунт, убрать все ограждения, которые вам тоже надо провести. Добрый день, коллеги. Палпасадское производственное отделение ОМОСЭНЕРГО работает в штатном режиме. За текущую неделю технологических нарушений в сетях 6-10 кВт допущено не было. Продолжаем капитальный ремонт воздушных линий 0,4 кВт в СНТ. Также отрабатываем заявки потребителей и ведем отбилок воздушных линий 0,4 с губовым проводом. У меня все. Вопрос есть? Да, недостаточно. Все-таки упор услышали по поводу очистки опор от объявлений. Опоры до сих пор продолжают. Я поразительных изменений в городе не заметил. И в Электрогорске, и в Палпасаде. Хорошо принято все в этом направлении. Спасибо. Переходя к Россетям, у вас вообще ваше имущество превратилось в доски объявлений. Особенно... Вы реагируете, да. Вы реагируете, принимаете эти объявления, расклеиваете сами что-то? Особенно все с главами, да. Куда не приедешь, на опоре информации больше, чем на информационной доске. Есть все. От поставки дров, вывоза снега, ремонтом, выкупом, любые услуги. Прямо от изоляторов до самого низа. Все есть вообще. И так вот, каждые 30 метров на каждой опоре. Убираем. У нас народ как бы развит. Поэтому сразу же опять новое место застолбить надо. Поэтому тут, я говорю, это беспрерывный круг с этими объявлениями. Мы усилимся тоже. Усилимся развешивать или усилимся снимать? Не извиняюсь. Нам-то какой из этого интерес развешивания? Не знаю. В некоторых местах, я вот смотрю, по этим, они еще сделаны из такого плотного ДВП и аргар-гарита. Как по лестнице можно до самого угла провода подняться? Мы точно по ним не лазим. У вас всего устраивает? Да нет, конечно, не устраивает. А что вы сработаете? Просто ситуация, это еще раз говорю, что у нас же не заключается только в объявлениях. Поэтому, естественно, когда мы приезжаем выполнять комплексно работы в данном населенном пункте, это все счищается, а дальше опять это все на определенный период. Если бы мы каждый день ходили, эти объявления контролировали, кто их повесил, то, может быть, да. Вопрос в том, что у нас сейчас практически середина марта, и в апреле начнутся мероприятия по субботнику. Весь апрель будут одни сплошные субботники. И вот сейчас вы организуете, сформируете дополнительные бригады людей, которые сейчас у вас не задействованы на авариях, на отключениях, на каких-то строительно-монтажных работах, потому что сейчас не СИЗО для СМР, и, соответственно, аварийные какие-то ситуации, они сейчас стали редко происходить из-за того, что погода на потреблении, мы видим, да, что сейчас меньше, и погода способствует. Вот чтобы сейчас не сидеть, может быть, организовать эту работу в настоящее время, Алексей Александрович? За прошедшую неделю у нас допущено не было значимых отключений. Значит, также продолжается работа по техническому обслуживанию, ремонту оборудования, но в эту неделю у нас особый упор, сделана подготовка избирательных участков, у нас сейчас составлены графики, на каждом избирательном участке у нас будет дежурить персонал наш, значит, также все избирательные участки с КАИБами обеспечены генераторами для бесперебойного питания. На следующий момент у нас неделя, это основная, мы как раз развозим генераторы, подключаем их к сети, то есть, из основной работы подготовка к выбору. Вот, по докладу все. Коллеги, обратите еще особое внимание, тоже, подготовьтесь к мае месяце, к покраске подстанции, которая у вас разрисована. Разрисов кубов, благоустройства. Добрый день, Денис Олег, и сегодня, уважаемые коллеги. С отчетный период с территорией Кировского округа вывезли более 350 кубов мусора и крупноговорительных отходов. Продвели вывоз снега с общественной пространственной дороги в территорию более 3000 кубов. Принеработка и реконструкция обслуживания 16 светильников. В дорожном участке были очищены сельские поселения в объеме более 170 км, такие как Рахманово, Кузнецы, Аверховское, Уритинское. Продвели обработку ПСС более 200 км. Также очищены дороги переданы на отрезное хранение. Это микрорайон Зеленый берег и Флоропарк. На ежедневной основе проводим очистку и обработку за квартальных проездов. Работы по валке 11 деревьев. Выполнена обрезка деревьев в количестве 141 штуки. С вывозом порубочных оставков. Удалено растущие поросли с территории 50 квадратных метров. Выполнены работы по расчистке снега и обработке соли и общественных пространств детских площадок и городов территории. За отчетный период отработано более 7 месяцев обращений граждан, в том числе и поручений. Выявлены дешевтов за последнюю неделю 5, установлено 7, в работе 8. По жилому фонду поступил заявок через соцсети 156, отработано 137. Через ежедневную сервисную службу 431, отработано 270. Текущий ремонт в плавном режиме. За отчетный период очищенной крови от наледей и снега 44 дома. Аварийной ситуации не было, подписаний к ЖИ не было. Доклад закончен. Сергей Борисович, у нас наступает период подготовки к празднованию Дня Победы. До этой даты необходимо выполнить все ремонтные мероприятия на наших монументах, обелисках, памятниках Великой Отечественной войне. Я знаю, что их большое количество, около 50 штук у нас на территории. Вы с Вячеславом Славовичем уже сейчас продумаете. Первое, что нужно провести их обследование, некую дефектовку, составить плавное мероприятие, дорожную карту по каждому. Когда будет произведен домов, покраска, обновление. Но еще особо у нас стоит вопрос по поводу строительства памятника, который у нас разрушился на корне увиденства переулка, перекрестки с улицей Интернациональной. Работа сейчас как раз устроена. Необходимо выполнить его строительство в новом виде, благоустройство, отделку, оформление и, соответственно, до 9 мая все мероприятия необходимо закончить. Меня это начинает немножко беспокоить, потому что времени осталось у нас по сути два месяца. И работа предстоит большая. Да, очень. Поэтому сейчас, чтобы у нас не было для вас каким-то событием таким, что это нужно делать, как это нужно, готовиться за два месяца, я вам рекомендую приступить к этой работе. Сейчас, пока на улице, у нас еще ночью есть носовые температуры, холодные. Понятное, что мы какие-то там работы у благоустройства проводить в настоящее время не можем, потому что пострадает и качество, и материал. Но сейчас дефектовать, приобрести и подготовиться для того, чтобы выполнить это все в апреле, как и 9 мая, мы можем. Второй вопрос – это подбор и уборка вокруг контейнерных площадок. У нас, Николай Николаевич, идет оттаивание снега, вытаивает, мы с вами на прошлой неделе уже проговаривали, большое количество мусора, которое необходимо собирать вокруг контейнерных площадок. Плюс за эти выходные все-таки был приезд, наплыв в СНТ у нас дачников, и мы видим где-то в некоторых контейнерных площадках, особенно там, где они у нас находятся, в всех территориях ограниченных СНТ, был завал крупногабаритного мусора. Вот в Кузнецах я звонил вам, и Сергею Романову, там вообще кошмар, что происходит в Кузнецах. У нас бригады на постоянной основе работают, да, к сожалению, потому что, ну, не к сожалению, к радости, не знаю, были праздники, большое количество очень мусора, соответственно... Постоянно, не постоянно, но вы часть контейнеров площадок не пустите. Нет, на сегодняшний момент с утра сформированы увеличенные бригады, которые поехали по сбору мусора, особенно, когда это выходные вечером, ну, основной мусор это был, когда люди начали уезжать, и, соответственно, большие объемы мусора оказались на контейнерных площадках. Вот сегодня утром, сегодня утром у нас проходил как раз штаб по готовности к выборам президента. На этом сегодня руководитель штаба, по нашему направлению, делал особый акцент на содержании контейнерных площадок и своевременный вывоз мусора в предстоящие политические события. Но это должно быть на нашей территории не только ради выборов и ради каких-то праздников и мероприятий, а это должно вносить системный характер. Нормальная, выстроенная, слаженная работа. Сегодня такие контейнерные площадки есть, я вас попрошу дополнительные силы привлечь для того, чтобы навести порядок вокруг контейнерных площадок. Следующий момент. Также вытаивает мусор вокруг многоквартирных домов, во дворах, начинает появляться все то, что зимой снег был аккуратно припрятан. Сейчас это все видно, в том числе и на обочинах наших городских дорог. Поэтому вы задачу дворникам поставьте, там где дворы у вас не требуют уже уборки, там где у вас парковки вместе с проездами, с тротуарами очищены до асфальта. Соответственно, чтобы там люди переориентировались на уборку мусора, который находится во дворе, либо на прилегающей территории. Я попрошу Вячеслава Славовича на этой неделе, завтра, может быть, или сегодня провести встречу с управляющей компанией, с МБУ, поставить непосредственно такую задачу. Не совсем, не особо хотелось бы проводить субботники нашими бюджетными организациями, нашими силами во дворах, выполняя вашу работу и работу ваших подчинений. Потому что в прошлом году это носило системный характер. Мы снимали бюджетников и отправляли их убирать вокруг пяти тысяч домов. Это ненормально, коллеги. Мы можем убирать какие-то общественные территории, либо какие-то территории, за которых нет ответственного, закрепленного. К примеру, вдоль реки, в окна, прибрежную зону. Там я еще понимаю, что сотрудники администрации или бюджетных служб работают. Но во дворах, Константин Андреевич, это неправильно. В техниках. И ваша задача до конца недели обеспечить уборку всех тротуаров до асфальтового покрытия. Там, где у вас либо имеется асфальт, но покрытый еще там песком, слоем снега, льда или все вместе там. Вот это все необходимо засолить и необходимо при пятнице убрать, привести в состояние так, чтобы было видно асфальт. Мы в среду на объезде этому делим особое внимание и будем проводить объезд с АВД. Вопросы есть еще? Есть вопрос. Готовьте конкурентную процедуру по торгам, по ямочному ремонту уговора. Хорошо. В следующем порядке. Денис Олегович, у меня тоже и вопросы, и поручения, чтобы, кстати, не забыл. 15 у нас проблемных площадок, из них 4 контейнерные площадки у нас проблемные. Остальные у нас с двойным вывозом. Дорожные карты разрабатывают. И необходимо включиться в эту работу и в течение 120 дней в соответствии с дорожной карты эти работы выполнены. И сейчас уже нужно отторговать необходимый материал. И как только будет оттеки, приступать к реконструкции и устройству новых контейнерных площадок. Дальше. Управляющая компания «Декорбовская» 7 дней в день. За прошедшую неделю в системе в детстве поступило 7 заявок. 6 от отечки, они все время были устранены. Продолжается очистка, дочистка, парковочных мест, карманов и убор детских площадок от снега. Также продолжаем ввозить в каплогабариты мусор с помоек и, как вы говорите, то, что делал замечание, убираем то, что уже вытаёт. Приступили к весенним осмотрам подвалов. Готовим дефекты, дефектовки и будем подготовиться уже к следующему осеннию и зиму. Нет, подготовься. Александр Александрович, тоже на вопрос. А что у нас рынок решил, как каток перебазировать себе на территории? Нет, не посолить. Ну, конечно. С 7 числа производили обработку, на этой неделе еще тоже введем. Можно, я не знаю, Вячеслав Солович, Филипп Александрович, на городском рынке навести порядок таким образом, чтобы там не было льда, муж, янг, или это трудно, или нет, или нет, или нет, или нет. Не трудно, они всегда ввозили там с Оливи, потому что сейчас тепло. Плюсовый дефект подержит, поэтому по технику поставить уже будет. До конца отдельно, видите, порядок на 20 минут? А техника с баницами не сделала. А что по поводу ремонта бани? Мы сметились, мы потепление ждем. Потеплеет, 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 но все. Давайте, какой-то срок, скажите. Когда мы ждем потепления. Что в вашем понимании потепление? Это плюс 15, плюс 25 или плюс 5? Хотя плюс 5. Это же разное. Ну, хотя, ну, сейчас следующая неделя тепло, да, приступим. Все есть, материалы закуплены, есть бригады, которые сидят, ждут. С 18 марта, давайте вот с 18 марта, с следующей недели, начинайте данное мероприятие, вы вешайте уведомления, помещайте людей, и надо приступать. Также, то, о чем мы говорили с Константин Борисовичем, это подбор вокруг контейнерных площадок и уборка мусора вокруг дворов территории, это тоже одна из главных задач на эту неделю. И уборка тротуаров до сухого основания. Ну, по второму, надо ставить близкие площадки. Все? Четыре площадки тоже не забудьте, но если у вас еще четыре проблемы, то нужно следить, что тут посоветствует улицу. Тридцать два, сорок один, ну, думаю, что будет сдать. Понятно, спасибо. Мусор Тудор. Добрый день. Возрастный комплекс продолжает работу в дежурном режиме. Согласно погодных условиях проводится работа по зимнему содержанию дорог. Основное внимание в данный момент уделяется противогололедной обработке, а также работа по ямочному ремонту. Дополнительно ведутся работы по уборке мусора с автобусных остановок и обочин дорог, и вывозу снега. Также проводится работа по устранению замечаний выводных на обвездах, поступающих на фонтал Забродел. Что там в электрогурсах позабрали, советские, когда? В плане? Ну, мы расширим, особенно пешеходные переходы. В рейдер ходил, бригады работали, да. Когда работали? В выходные работали там, и до выходных работали. Александр Александрович, проверял? Ну, результат такого, что я сказал, что да, это получилось, и выполнил. Ну, нет. Было холодно, было намешу, работал рейдер, ну, снял чуть-чуть, конечно, но достигнутся, поставлю целью, и достигнутся. А что по вокзалу? Грейдером, отравно-турливом. Там все до асфальта? Ну, не совсем все до асфальта, все, что могли отодрать, отодрали, вывезли, в дополнительную еще на эту неделю пойдем. Сейчас чуть оттеплеет, оттает, да. Хорошо. Спасибо. Версу. Добрый день. Павла Посадская Версу работает в штатном режиме. Мы продолжаем выполнять комплекс работ по зимнему содержанию. Основные направления – это обработка противогололерными материалами, вывоз снега, ямочный ремонт. Также с оттаиванием приступили к работам по подбору мусора. Также мы работаем по задачам, приходящим на портал Добродел и в социальной сети. У меня все. Два главных акцента у нас на этой неделе – это уборка мусора и, конечно, очистка тротуара до твердого основания. У нас как в этом направлении? Ну и, конечно, ямочный ремонт. Работа ведется. Какие планы на эту неделю по уборке, по ямам? По ямочному мы будем усиляться. Сегодня, завтра мы запустим вторую тракторную фрезу. И у нас ямочный ремонт пойдет быстрее. И количество будет больше заделываться. По тротуарам тоже ведем обработку. Основные большие тротуары у нас очищены до твердого основания. Есть, конечно, тротуары, которые не до твердого основания. Мы их до конца недели постараемся привести в нормативное состояние. Ну и какой план по ямочному? За сколько сделали вот эти 800 ям? Ну, за полтора месяца. За полтора месяца? Ну, а на неделю сколько они будут выделены? С учетом второй фрезы. С учетом второй фрезы, но в день они могут выполнять в районе 100 ям. Где-то 100 ям, да. Но до конца недели, с учетом выходных, нужно сделать 600-700 ям. Сегодня-то делали ям? Сегодня мы пилили, завтра берем где-то... Постараемся. 600 ям, не меньше, мы должны сделать до конца этой недели. Постараемся, да. По основным проездам, по основным нашим городским дорогам. Принял. И по поводу тротуаров и подходов к избирательным участкам, мы в среду этому делим особое внимание. Нет, проходил. Вы еще с Андреем Константиновичем отдельно, без нашего объезда, вы видите, сами посмотрите, какие объезды и где что будет вам будет. Спасибо. Мастер-Ансад. Добрый день. Предприятие «Рабочка» на «Наджиме» замечательно отрабатывает. Более детально работа. Весело? Да, и коллеги-дорожники, прошу акцентировать внимание ваше, что скоро весна, начинаете уже готовить свою технику для летнего обслуживания. Это и пылесосы, и навесное оборудование, и ревизию инвентаря проведите. То есть скоро мы выходим уже на летнюю работу, чтобы мы не попали в свою работу. Да, Владимир Владимирович, у меня к вам один вопрос. Обращались по поводу 21 автобуса через городок запустить. Там рассматривали, нет? Да, нам причин нет. Да, рассматривали, отправили, все, проведем. Кто принимает решение? Руководит Мастер-Слав? Нет. Это Дмитрий Савлович написал? Да, наверное, по всему решение будет такое, что завершили. Ну, как ответить, мне тогда скажете. Хорошо, мы с ним свяжемся, переговорим. И в БУДХ, вы будете рады. Всем доброго дня. На прошедшей неделе работали согласно угольных условий, муниципальных заданий, заданий СКПДИ. Продолжаем содержание и уборку от загорелённых территорий, не останавливаясь в условиях снега. Ямочный ремонт происходит планово, регулярно продолжаем. Также ремонт, обслуживание, наружное освещение, все остальное в рабочем порядке. А какой план по уборке, не по уборке, а по ямочному ремонту на эту неделю у вас? Сколько у всех заданий стоят? На этой неделе? Да, на этой стоящей. Мы улицами стоим, Денис Александрович. Ну, туда по улицам какие-то. Улица Святого Константина, Ухтомского, Ленина, Калинина, Радченко. На эту неделю стоит в плане. Ну и все остальные добрать по мелочи. Кто у нас занимается поставкой? Это же Ибрагим Алибекович? Да, спасибо большое. Павел Пасадскому Дарсу и ПДСХ Орехову ЗВУ. Ибрагим Алибекович, не будет у нас проблем-то с выдачей материала и с бригадами на неделю? Получится так, что мы напилим, если в Торгорском неделю у нас будет стоять пурень. Я думаю, нет. Понимание есть, в принципе. Я думаю, чтобы какие-то вопросы. Михаил Ильич, два вопроса еще дополнительные. Значит, у нас первое – это тротуары до твердого покрытия, до основания. У нас с вами те же безымянные тротуары Радченко, Ленина, Калинина, Томского, Горького. Их необходимо счищать, когда будет плюс 6, плюс 7, до твердого покрытия. До асфальта. И вот сегодня с Андреем Константиновичем он мне не смог пояснить. Допустим, вчера или позавчера у вас выходил большой погрузчик на уборку парковки у городской больницы. 8.42, на улице минус 10, он пытается что-то там отодрать. Зачем мы выводим технику с вами с утра, когда самая отрицательная температура, когда даже большой погрузчик не может ничего сделать? Там была жалоба, нужно было отработать заезд, Денис Олегович, который предварительно был обработан в СССР. Он работал на заезде, а не на самой территории стоянки. Что касается тротуаров, вы же сами понимаете, минусовые температуры, там степень износ огромная у тротуаров. Если сейчас мы начнем их драть для асфальта, мы их убьем. Так же как улицу. Сейчас мы говорим о том, что сейчас на улице стоит тоже минус 1, минус 2, а на неделе со среды там вообще тепло будет. Соответственно, главная задача сделать так, чтобы тротуары были сухие и чтобы люди ходили беспрепятственно, в том числе был подход к избирательному участку. Совершенно солидарен. Вот про это речь. И посмотрите, может быть, есть смысл, наверное, как-то все-таки изменить подход выхода техники в такую погоду, как раз когда утром в 6 утра, в 7 утра, наверное, нет смысла проходить. Николай Юрьевич, задача ямочный ремонт, вот эти дороги обозначены. Горького мы сделали, Денис Александрович. В том числе и уборка тротуара. Это главное на это решение. И проезды. У нас проезды Радченко, проезды Энгельса, которые мы с вами на прошлый день, помните? Да, да, да. Сейчас подтает, добьем. Их необходимо прочистить состояние таксии. И, соответственно, вот эти все места можно привезти куда-то. Еще вопросы есть? Нет. Подработали. Спасибо за внимание. Валерий Кунцуров. Добрый день. На прошедшей неделе поступило 34 обращения. Основные направления на квартирный дом, социальная сфера, содержание дворовых территорий. На горячую линию поступило 49 обращений. Исполнили поручение по объезду от 5 марта. МБУ управляющей компанией «Электрогорск» 73% в выполнении. МБУ, дорожное хозяйство, благоустройство «Электрогорск» 84%, ТСК «Мосэнерго» 86%, отдел потребительского рынка «Электрогорск» 67%, общий итог исполнения 79%. Спасибо, МФЦ. Добрый день. За отчетную неделю МФЦ обратилось 2547 граждан. Было оказано 2024 услуги. Федеральных услуг 1594, региональных 289, муниципальных 118. Также через портал мы оказали 523 консультации за прошедшую неделю. За прошедшую неделю операторами контакт-центра было принято и обработано 366 звонков, из которых 288 – это Павловский «Электрогорск» и 81 «Электрогорск». ВЦ работает в статном режиме. Спасибо. Ир-211. Добрый день. У нас состояние на 15 часов 11 марта на территории полупасадского городского корпуса ЧАЭС не зафиксировано. Прежде всего, не подсоединяется в режиме повышенной готовности. За прошедшую неделю дежурных контакт-центра и ДДС операторов системы 12-12, принято обработано 342-го корпуса общения в средней организации предприятий. На территории городского корпуса прессировано. Вылет на пожары 2, побегших и пострадавших нет. ДДП 3, пострадало 4 человека. Синологические сбои на коммунальных и аналитических сетях 13. Пожарно-опасно на территории городского корпуса под контролем. Термоточек нет. На водных объектах без происшествий. Как правило? Вопросы есть? Нет, у вас. Спасибо. Носово УЕВЦ. Добрый день, коллеги. За прошедшую неделю в МОС облгерце обратилось по Павловскому посаду 835 человек по очной очереди. Горячей линии 0, добродел 1 обращение. По Электрогорску 608 обращений. По горячей линии 0, добродело 2 обращения. Общий сбор за ЖКУ по Павловскому посаду составил 9,7%. По Электрогорску 31,1%. МОС облгерце работает в штатном режиме. По услуге электростабжения ОДН силами МОС энергосбыта планируется произвести перерасчет по 20 адресам. Доклад окончен. Это там, где проводили съем показаний? Да. А какие эти 20 адресов мы знаем? Мы сейчас с Николаем Николаевичем обсудили этот вопрос. Я заброшу в нем лично эти адреса. На память все я не помню. Николай Николаевич, надо же жителям поддать информацию, чтобы люди знали. Мы отдаем точно старших по домам обзвонят. Просто хотелось бы увидеть это вживую, прежде чем, не скажем, говорить. Я понимаю, я просто уточню, корректировать в сторону уменьшения, наверное, да? Конечно. А то вы же можете сюрпризы всякие разные. Перерасчет. Люди будут думать, ну сейчас все организовывается. А потом бабах, когда дадите, там еще по 2000 доплатить с каждым. Там есть ряд домов, которые, порядка 8 домов, которые не вошли, к сожалению, в эту платежку. А ошибки уже были выявлены до этого. И мы анонсировали, например, как Кирова 100, да? Да. У меня ко мне лично обратился человек на работу в МОСОБУ ЕРЦ. И тогда Николай Николаевич передам. Разберитесь, пожалуйста. Хорошо. И чтобы людям дать аргументированные ответы. Жилсер спасат. Добрый день. В марте подзятоблены направлены на 176 заявления о вычистосодерных указов по взысканию ЖКУ на сумму 1 млн 267 тысяч рублей. Мы направлены на принудительное исполнение исполнительных листов на сумму 1 млн 452 тысяч рублей. И работа идет штатно. Спасибо. Рассмотрим вопрос. Добрый день. За прошлой неделю у нас регистрируется снижение заболеваемости респираторно-вирусными инфекциями как в Палпосаде, так и в Электрогорске. В Палпосаде по совокупному населению на 4%, среди детей на 5%, на 9% и среди организованных детей на 5%. По Электрогорску на 18%, соответственно, 26 и 27%. Небольничная пневмония, также снижение. Один случай в Палпосаде школы 10-я и в Электрогорске три случая заболевания, один в школе номер 14. Острые кишечные инфекции в Палпосаде 7 за эти праздники, но праздники были. Это школьники, двое школьников, один из техникума учащийся и из второго сада ребенок. Ветряная ОСПа снижение небольшое по сравнению с прошлой неделей. 18 случаев заболевания, в 16 они регистрировались у детей. Это детский сад 1, 9, 23 и 7. Везде по одному случаю детский сад 1, 9 и детский сад 23, 5. Укусы, 7 укусов нанесено в Палпосаде, 2 безнадзорными животными и в Электрогорске 1 нанесен безнадзорными животными. 15 марта мы отмечаем Всемирный день защиты прав потребителей. В связи с этим открыта горячая линия. По телефону 2-15-49 можно звонить с 11 по 22 марта. По всем вопросам, касающимся защиты прав потребителей, наши юристы дадут грамотные консультации. Зарегистрирована молочная продукция фантомная ООО ЮНИТИ. Произведено деревня Мисайлова, Болодарское шоссе, дом 20, друг 2. На этом адресу, соответственно, производства нет. И вся продукция фальсифицирована. Это я обращаюсь к производителям, к реализаторам молочной продукции. И внесены изменения. Федеральный закон о лицензировании. И в 44-ю статью 52-го закона о санэпид благополучии населения. С 3 марта 2025 года работы по дироцизации, дезинфекции, дезинфекции можно проводить только при наличии лицензии. И начало лицензирования с 1 сентября 2024 года. Если после марта 2025 года уже нельзя будет проводить эти работы без лицензии. Добрый день. Полпасадская больница работает по плану. По-прежнему на высоком уровне остается количество обращений в приемное отделение с травмами, полученными при падении на улице. Вы в прошлый раз просили, Денис Олегович, сравнить. Но по сравнению с февралем уровень один и тот же. Это в среднем от 5 до 7 обращений в день, в месяц это до 40 обращений в неделю. Это вот что касается травм, полученных на улице. На прошлой неделе после капитального ремонта начала работу третья поликлиника. В настоящее время во взрослой поликлинике ведут прием участковые терапевты, кабинет неотложной помощи, из узких специалистов, эндокринолог, гастроэнтеролог, онколог, детской поликлиники, врачи-педиатр и кабинет УЗИ. В ближайшее время заканчивается переезд всех остальных узких специалистов и поликлиника заработает в полном объеме. Просто это открытие было 7 мая, марта, марта. Запись к врачам была уже в Южную-56, в Южную-71, поэтому не все врачи для того, чтобы завершить запись на местах, переехали. Но сейчас все переехали? Ну вот до обеда были не все, вот должны сегодня, к концу дня. Хорошо. Хорошо, у меня Слава Юрьевна к вам просьба, мисс Андрей Константинович. Вот эти 40 недель, которые возьмите за последнюю, грубо говоря, за прошедшую неделю, за прошедшую неделю, да, по возможности, если есть контакты, обзвоните этих людей, узнаете, где они получили эти травмы. Если это внутри, на своем там участке или где-то на каких-то территориях там. Нет-нет, это без своих участков. Это как это на улице? Вот, мне нужно... В приеме написано, или это дом, или это улица. Да, мне нужно понимать, где человек получил травму. Для того, чтобы непосредственно выяснить, кто у нас довел до такого состояния, там, тротуар или входную группу. Это зона ответственности Ингу, благоустройство, да, управляющая компания. Или это ДРСУ тротуар, или это МОС Автоголовский. Вот такое начало сделать и за прошедшую неделю, чтобы ее видеть. Эльфтарагурская больница. Добрый день, больница работает в штатном режиме. В выходные прошли несколько происшествий. Что касается травматизма, по вашему получению, у нас за прошлый день обратилось в прием на деле 132 человека, из них порядка 15 человек с различными травмами. Но все тяжелые травмы, более такие, как бы, с переломами связаны, они в основном все едут в трампункт Павловский посадок. Вот у нас такие травмы незначительные, потому что все дипсование и более такая серьезная травматологическая диагностика лечения оказывается именно в трампункте Павловский посадок. Это по маршрутизации травм. Что касается капремонтов, вот по поводу, сразу насчет крыши, там, в принципе, они сейчас проводят завершительные этапы ремонта, и сейчас они уже занимаются проклятым, потом доделывают виндшахты, и у нас там, как бы, с ними разногласия вышли, когда были протечки, что там они обещали косметический ремонт сделать, там, в нескольких местах, на втором этаже, они сейчас, как говорится, пытаются, ну, от этого вопроса уйти. По поводу рентгенокабинета, значит, там сейчас смена подрядчика зашла, буквально, ну, сейчас на оперативке, прямо сейчас здесь на встрече, пришла информация, что приехал новый подрядчик, сейчас мы с ним общаемся, и, соответственно, сейчас узнаем контакты, и Александру Сергеевичу передадим. для разговора. Ты смогла на меня сказать? Ну, вот все остальные вопросы в рабочем режиме. И прием, да? Да, и обязательно, да, забыл информацию сказать, да, в 14 марта будет прием граждан в Возраст-поликлинике Министерства на Юрьеве. Александр Сергеевич, строители, тогда посмотрите, почему они не хотят устранять причины, последствия этих протечек? Конечно, они должны гораздо раньше закончить, по их мнению, в прошлом году говорим о том, что сейчас мы в протечке, и если люди не понимают, значит, мы с помощью только штрафных санкций поговорим. Это будет гораздо больнее. Спасибо. В окружном управлении социального развития. Добрый день. Управление учреждения социального обслуживания осуществляет плановую повседневную деятельность. Очередная мера социальной поддержки введена в Московской области. Она касается участников СВО, которым предоставлено бесплатное право на бесплатную реабилитацию в учреждениях социального обслуживания, в том числе в нашем московском областном революционном центре Ясинки. Заявления подаются посредством регионального портала государственных услуг электронно. Консультацию можно получить у специалистов соцзащиты, находящихся в МФЦ, у нас в управлении, и по телефону горячей линии 122 и добавочной 6. Меры социальной поддержки революционным категориям граждан оказываются в соответствии с графиком. Другой информации нет. Вы знаете, пожалуйста, что один человек не может воспользоваться этой льготой, а помощь нужна. Это стараюсь, да? Да, это да. Хорошо. Управление образования. Добрый день. На этой неделе с 11 до 15 марта в общеобразовательных организациях по областному посадке проходят акции недели добрых дел. Акция проходит под общим проектом общепластного коммунитарной акции добрый дня. В образовательных организациях по областному посадку округа в рамках акции организованы все четыре активности с предложенными в рамках акции. Сегодня на уроках разговора о ВАРМ проведены беседы с ребятами и написаны письма на СМО. Также запланировано приготовление пленов вместе с участниками активного долголетия «Роспаси печенья» и «Берных пряников». И также совместно с благочением запланировано объединение паскировочных сетей в Казанском и Рахмановском храмах. Также на этой неделе у нас проводится муниципальный этап конкурса ОДРН и ПРНЧС Российской Федерации на лучший агитационный ролик по пожарной безопасности в социальных сетях. Также проходит региональный этап конкурса профессионального мастерства работников сферы допоказований сердца дают детям. Данный конкурс входит в рейтинг-школу. И завтра, 12 марта, на Баре 14-й школы запланировано проведение муниципального ракетического собрания по вопросу необходимости прививочной кампании с приглашением медицинских работников и муниципального рейтинга. Спасибо. Управление по культуре и спорту уже был добрый день, Денис Релиевич, коллеги. На прошлом деле у всех учениях культуры прошли различные мероприятия, посвященные международному женскому дню. 8 марта на Ледово-Арене имени Петрусёва прошел конкурс юбилейского мастерства Алталей. В этот же день на столе на Зарече прошла праздничная лыжная гонка в памяти Яшенкова. На этой неделе у всех учреждений в течение недели будут пройдены мероприятия посвященные празднованию мастерства. Центролюбную станет 17 марта у каждой территории с 11 до 18 мая будут организованы мастерские гуляния. Мы сегодня проговаривались с Вячеславом Славовичем и Светлановой Юрьевной. Есть особое поручение от полиции, которое необходимо выполнить. Это исключить продажу алкогольной продукции на этих праздниках. Мы не планируем. Ну, даже если и не планируем, все-таки нужно предупредить руководителя и ответственных там, где будут проходить такие массовые праздники, там, медовуха, сбитень, да, все, что имеет содержание алкоголя, чтобы это все исключить. Нам лишние неприятности Александр Николаевич не нужны. Очень понятно. Хорошо, вопросы есть? Нет. И афишу тогда со СМИ подготовьте по проведению в Масленице на этой неделе. У нас что, где, когда и как будет, где какие мероприятия, события, правильные. Это важно. В городском парке что-то будем проводить? Да. Там тоже, да, у нас мероприятия? У нас это будет. Валерий, например. Хорошо, спасибо. Передорожский террорист. Добрый день. Ситуация в городе на текущий момент штатная. Поручение данных в ходе обезда выполнено частично. Осуществлен вывоз снега и уборка мусора. А вот победить наледи на парковочных местах возле торговых центров конечно не получилось, потому что низкие температуры, но вот работа будет продолжаться, потому что потепление. Что касается городского рынка, ну на самом деле там ситуация очень улучшающая. Очень много было обращений жителей, потому что очень скользко. И ситуация усугубляет сугроба снега у аптеки и у куриного дома. Если с руководством аптеки мы переговорили, они завтра уже будут снег вывозить, до у куриного дома директор рынка отказывается это делать. Просто там подтаяет и как раз течет на протокол. Жители дома 5 по улице Пионерская, учитывая, что у них такие сложные почвы, очень переживают, что из-за навалов снега, которые образовались в результате расчистки, у них будет очень сильное подтопление. просят помочь, но здесь нет. До сих пор не решено. Сейчас, секунду. Андрей Александрович, по поводу рынка, то, о чем вы говорили. Я с Дмитой Викторовной не виделся с прошлой недели, мы эту тему не обсуждали. Что она говорит, что мои видения и мой взгляд на эту тему. Есть там хозяин у нас в том, дома? Денис Викторович, там внутри магазины принадлежат частникам, участники за зиму ничего никогда не заплатили. Это говорим мы про куриный дом. Я говорю про... Там есть еще ДНС, есть еще большой склад, там есть все все магазины, которые идут по периметру, никто никогда ничего не платил. Можем сделать большое жестко. Вячеслав Славович, у них никак не в состоянии там делать целую грудку, неинтересно. Артем Сергеевич. Они категорически вот... Они считают неприимаемые матрицы, и даже не должны. Там основной клиенты поток. Их прям святой делаем эти там пять метров почистить. Почему-то они считают, что вместо них кто-то другие чистить. Несложно вывести, но лучше заставить там. Забор им поставим давайте отгородим. Три метра поставим забор, и пусть клиенты как-то не ходят. Перекрывать это на входом, если они не хотят обслуживать территорию, которые они там прям лежат. Это неправильно. Это полноса. Они хотят извлекать прибыль, а мне нужна чистота и порядок. Если они два мешка реагента, и там, не знаю, ряду техники на этом пытаются сэкономить, то зачем мне нужны травмы? Не гадай, сколько у тебя было там? Порядка 15. Обращение к трампу, да? Я уточнил именно территориально, где люди падали. Это я могу дать информацию. Вы не привыкли, что за них чисто перейдите. Александр, разберитесь на этой неделе с собственниками сегодня или завтра тогда свяжитесь. Если желания нет соучаствовать в этом процессе, тогда самостоятельно устраняете, дальше знаете, что делать. Весьма слачем организуйте. Я понял. По пионерской поддерживаю переживания жителей и Людмилу Викторовну необходимые телеградия выпрямляют. У нас по-прежнему решен вопрос с выводом снега с территории 14-й школы 16-й. Я уже этот вопрос озвучила. И российский запас на выходах у лицея два объекта. А 14-й, 16-й, кто у нас в 14-й вывозили? Вы увозили 14-й, 14-й, а вы работали. Боковые входы, где пионерская и комсомольская. Там навалы снега, там будут люди идти на избирательные участки. И там будет учиться. А 16-й кто там у нас вводит? Ну, я сам точно просили вывезти 16-й, чтобы он был связаться с директором. Я сегодня разговаривала с директором. с директором. Ну, видимо, не получился. Ну, так вот везде. Вы везде все выдавали поручения по телефону, по факту это ничего не работает. Да, или цель запас на выходах. Особенно новое здание. И у нас еще остался один вопрос по российских гидрантов. Вы разберитесь, по 16-й. 14-й, только пионерская вывезда. Только на этом, на конце года. Остался еще один вопрос по российских гидрантов. Мы уже с Андреем разговаривали до праздников. На этой неделе будет закрыт вопрос с остальным рабочим порядком. Хорошо, спасибо. Веркинский тиродел. На прошедшей неделе отдел отработал штатно. Из основного это принимали заявки от старостных жителей. Все заявки направлены в профильную организацию. Все остальное в рабочем порядке. Спасибо. Веркинский тиродел. Добрый день. Отдел отработал плановых взаимодействий со старостными жителями по текущим вопросам. Проводили мониторинг. Все замечания направили в профильную группу. Все остальное планово. Как у нас чистота порядок больших дворах имеется только на бумаге? По мере таянии снега вытаивает мусор на обочинах дорог. Заявки направляем в РСУ. Дворы чистые. Не знаю цену стаду и номер дома напротив строящегося храма и напротив сквера которые мы построили трехэтажные дома идут. Крупская 3. Да. У них фасады ну просто все обшелушились их штукатурить, штуклевать, красить, делать вент. Фасады какие-то. Там 2 или 3 дома они как раз за другом. Крупская 6, 8, 10, 12 этажные. Трехэтажные. Я говорю про трехэтажные. А это Крупская 3 и текстильчики спортивные. Да, Николай Николаевич вы с фоном по футболу ремонту посмотрите может быть получится краткосрочный план ремонта фасады, кровли и отмозки по этим домам. Прям внешний вид совсем такой не того видишь особенно в стадионах спортивные 1, 3 и 5. Куски бывают. Вашем 2 раза много внимания для приятного. Садим Борисович там еще фонтан. Спасибо. Капасаски задержите себе сразу проявить собрать. Добрый день. Отдел отработки Планова взаимодействовали с уличными комитетами жителями подрядными организациями. Все вопросы решаются в рабочем порядке. Спасибо. Рахмановский отдел. Добрый день. Рахмановский отдел работает по плану. Спасибо большое за содействие по отловку собак. Четырых отловили. Осталась еще матерая стая собак, которые неуловимые и не знаю как их отлавливать. И также информировали о отключении электроэнергии жителей деревни Фатеева, Быкова, а также СНТ Кривудина и Грибанова. Остальное рабочее в порядке. Хорошо. Спасибо. Уличинский добрый день. В прошедшей неделе отдел отработал в соответствии с планом. Проводили встречи с служителями, старостами и все остальное рабочее в порядке. межмуниципальными обслуживаю. У нас уже не межмуниципальные у нас уже радиополиция. Правильно, Дмитрий Александрович? Да. Добрый день. В прошедшей неделе дежурный участие муниципального отдела поступило 387 сообщений. Все они отработаны, отработаны. Особо тяжких преступлений не изрегистрировано. Кругло нарушение общественного порядка также не допущено. Большая работа, нагрузка у вас на предстоящие выходные. Мы к ней готовимся и готовились. Я надеюсь, что все пройдет без происшествий, без нарушения закона и, самое главное, условия безопасности для нашей жизни. Приложим к этому все усилия. Хорошо. Вячеслав Славович, есть вопросы? Спасибо. Добрый день, не сомневаюсь, дорогие коллеги. За прошедшую неделю произошло два пожара. 8 марта произошел пожар Электрогорска, СНТ, ветеран горвоинкомат, участок номер один. В результате пожара с сарайом с садовым домом горел на площадь 40 метров квадратных. Причиной пожара явилось неправильное устройство печного отопления. 10 марта произошел пожар в деревне Васютина, СНТ, градеолог, на участке номер 103. Прибытие пожарное подразделение нарушение горения сарая на площадь 6 метров квадратных. Сарай сгорел полностью и от сарая пострадал участок соседнего садового дома. Причина пожара связана с электрооборудованием. В цели обеспечения пожарной безопасности в период проведения выборов президента Российской Федерации, сотрудники отдела надзорной деятельности и гарнизон пожарной охраны будут обеспечивать пожарную безопасность на каждом объекте защиты. То есть в каждом здании. И в цели исполнения поручения губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева, 13 марта этого года состоится учебная тренировка во всех объектах спасателей военных людей. Доклад закончен. Спасибо. Служа спасательный организон. Министер Аликс, добрый день. Все подразделения полупасадского организона работают в штатном режиме. Вопросы? Спасибо. Добрый день, военкоманд. В происшествии не отработает согласно плану. Спасибо. Уважаемые коллеги, мы с вами завершили наше оперативное совещание. Неделя важная. Попрошу всех запастись силами, энергией для того, чтобы отработать полноценно, без выходных, с переходом на следующую неделю. Я думаю, что оперативное совещание мы проводить по неделю в следующем точно не будем. Либо перенесем на вторник-среду, да, либо вообще возьмем паузу неделю. Мы заранее объявим, но точно по неделе проводить по скромпоративной недели. Поэтому прошу все оперативные службы, наши городские, быть готовыми и максимально сконцентрировать свои усилия и выполнить те мероприятия, про которые мы с вами говорили и плавно задачи на эту неделю. Всем хорошо. Спасибо.